На протяжении уже 9 лет в январе новополоцкие воднолыжники собираются на итоговый спортивный вечер в день рождения основателя воднолыжного спорта в городе Николая Леонидовича Генова. Этот вечер поистине можно назвать семейным. Тут присутствовали только родные и близкие воднолыжному клубу люди. Коллектив школы, воспитанники и родители в первую очередь почтили память основателя школы, заслуженного тренера Республики Беларусь, почетного гражданина Новополоцка Николая Генова. А затем в торжественной обстановке подвели итоги. Но прежде чем наградить виновников торжества, весь тренерский штаб поощрил грамотами родителей, которые на протяжении года помогали школе. Хочется сказать, я, наверное, от имени родителей тоже скажу, администрации школы, тренерам большое спасибо за ту воспитательную работу, которую вы проводите. Что наши дети увлечены, наши дети занимаются, они набираются здоровья, набираются умами, набираются такта, то есть учатся здесь жизни, большой жизни. Сезон 2010 для воднолыжной школы имени Николая Генова стал самым успешным за 44 года. 54 медали завоеваны на европейских и мировых турнирах. Заслуги каждого спортсмена оценили в отдельности. Очень много было приятных моментов. Занял первое место в рейтинге элитном. Возглавил, скажем так, этот список среди всех спортсменов в фигурном катании. Я считаю, что хороший сезон. Как и любой другой, с неудачами и победами, всякое бывает, но считаю, что хорошо. Откатал. Для меня это был больше год, который я провел в таких творческом поиске, можно сказать. Как бы в 2009 я уже выиграл чемпионат мира. И как бы нужно было повышать планку, что-то над чем-то новым работать. То есть, как бы мне понравился в творческом плане, так сказать. И, конечно же, нельзя обойти вниманием Наталью Берникову, мастера самого высокого класса в водных лыжах. В 2010 году Международная федерация водных лыж и вейкборда утвердила новый мировой рекорд в фигурном катании среди женщин. 9690 очков. Именно в такую сумму оценила судейская комиссия выступления белорусской воднолыжницы Натальи Берниковой. Два года в одно и то же время практически получилось устанавливать рекорды. В том году мне на день рождения подарок преподнесли, а в этом году на Новый год. 30-го числа мне прислали, 31-го даже, что третий рекорд был засчитан с наибольшей суммой баллов. Но добиться подобного успеха Наталья смогла с третьей попытки. Сначала Новополоская воднолыжница установила рекорд мира в 9 210 очков. Хотя и набирала ранее рекордную сумму. Однако судя посчитали по-другому. Первый результат не был утвержден по времени, а второй утвердили за вычетом 480 очков. Наташе по семейному сайту пришлось достаточно долго быть в Новополоске. Она все лето здесь провела весну и плотно поработала со своим тренером Аркадем Николаевичем. И, в общем-то, мы ожидали всплеска результатов у нее, потому что она и в 2009 году сделала рекорд мира. Первая из женщин в мире вышла за 9 тысяч очков. И, в общем-то, была готова и в этом году, и мы просто ждали, когда это все будет. И осенняя серия соревнований, три соревнования подряд, еженедельных, она делала один и тот же результат. К рекорду я готовилась. У меня уже с начала сезона в планах был состав этой программы. Просто не получалось. На ответственных стартах ее пробовать, немножко волновалась. И я оставила специально на сентябрь-октябрь, когда были не очень ответственные соревнования, где можно было морально, поспокойней подойти к ним. И вот, как бы, специально было все задумано идти на рекорд. Здорово выступила Наталья и в прыжках с трамплина. В лучший из попыток, пролетев над водной гладью, 54,3 метра. Новоплощанка вновь превысила свой же предыдущий национальный рекорд двухлетней давности.